Девушки отдыхают 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 с ними переговоры по их инициативе но к сожалению как всегда они оттягивают время для того чтобы каким-то образом отсюда просочить за прошедшую ночь просачивания не было прохода зафиксировано не было потому что все здесь полностью под жестким контролем каждая улица на этой территории сейчас тоже под нашим контролем это практически уже ближе к середине и вдалеке видите труба стоит они находятся в полном окружении там порядка 300-320 человек ориентировочно может плюс-минус меньше большие потери за последнее время и муля ночью мы тоже немножко побеспокоили чтобы они не особо вылазили со своих норок и не причиняли нам лишнего беспокойств 5 дней назад ночью зашли сюда чернухину с этот дом был целый туда вышли там вообще все по разбито танки тут ездили по нам нас искали осили вот сюда прямое попадание было это какой город чернухе дебальцево вот так вот ну мы разбили 6 танков 2 бмп укроповских гаде не сейчас день или в той стороне сейчас вчера хотели перемирия потом сказали что-то нам перемирия на этом закончилась ходят часто под контролем все как было так мало вообще не вылазили трусили пласятся они там трусятся вообще а 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 Денис, пенечка, пошел. Денис, пенечка, пошел туда. В роликах уже начинают долбить. Отсюда ломеровцы пошли долбить их. А мы сейчас пока на прикрытии, то обход делаем. Постоянно. Такие вот дела. Это, в принципе, нормально все. Короче, половину уже взяли. Да. Даже, ну, считаю, что до центра тут осталось, грубо говоря, километр. Если по нормальному от моста, уже почти все наше. До шоу контролирует ЛНР, сколько территорий, Дебальцов? Наши? Да. Процента, я думаю, 60 уже есть. А какие районы Дебальцов? Ну, если я не ошибаюсь, это первая площадка. Вторая площадка идет. Потом, где-то, наверное, возле Саганского хутора. Там есть какие-то более или менее. Бэтеры, шметеры ездят. Но уже наши подбили. Вчера спалили наши. Ну, посмотрите, что сделали. Давно попали. Давно попали. Позавчера попали. У нас мы в квартире были. Нам негде прятаться. Ни погреба, ничего нет. Мы не в подвалах, мы вон в коридорах сидели. Это ужас. У нас ни хлеба, ни воды, ничего нет. Ты расскажи, как они ходят бесчинствуют. А как на второй площадке бесчинствуют? Гранату кинули в погреб. Это ужас. Кто? Нацбабня, кто? Бабя, простит, руку не прострелили. Мы найдем чего-то. Это ужас. Я вообще не знаю. Старый человек, женщина, 78 лет. Убили собаку, зашли. Прострелили дверь, выбили дверь и все повыбивали. И уходя кинули гранату в погреб. Зачем это делать? Ну зачем? Ребята, в кухню зашли, стояли эти самые ящики висели, пеналы в кухне. Там же никто не живет. Кинули гранату. Это хорошо, что муж зашел, потушил. Кухня взгорела, дом взгорел. А где жить? Это на второй площадке все. Это буквально... Освободили нас. Как они говорят, мы освободили. Мы вас защищаем. А потом приходят, двери ломают. Все поломали. Женщине, 78 лет. Она бедная. Если бы не я, наверное, и сердце бы у нее там встало. А вот женщина живет окна, полотенцами завешанная. Вообще слепая, мы ее сохраняем. Вообще, вообще ничего не видят. Это я не знаю. Боже мой, что это за новости? Это ужасно. Я что-то лучшее было, конечно, мнение об украинских военных. Но теперь уже вообще, я не знаю. Кому верить, я не знаю. У меня слов нет просто, ребята. Просто нет слов. Так, ну вот, наших ребят увидели. И вы знаете, аж в душе отлягло. Ну, я не знаю, что... Вчера с тещей прошлись по восьмерке, везде. Вот увидели в наших византиках. Поселка нет, мы везде были уже, да. Как наши ребята ведутся? Очень хорошо. Очень хорошо. Никто никого не обидел. Мы вчера с тещей прошли, тетку проведывали на восьмерке. У нее тоже стекла вылетены. Пока пробил стекла туда-сюда. Шли, никто ничего не едет. А даже помогли, там колодец завалило. Я попросил ребят, мы раскрыли колодец, чтобы люди воду набирали. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ